Ох, носатые, как же здорово, что вы наконец-то приехали в гости в деревню жителей номер 13. Вы себе даже представить не можете, как у нас тут всё офигенно. У нас и жители все дружны, и грядки есть, и развлекаловки разные. Да что там говорить, у нас даже... у нас даже ютюбер по Майнкрафту живёт. Короче говоря, деревня просто офигенная. Да что я вам там всё рассказываю? Пойдёмте за мной скорее, я вам всё продемонстрирую. Ох, ребятки, ой, всем доброе утро, господи, как же я всё-таки офигенно выспался. Как мне кажется, по моему голосу, это очень даже, ой, слышно. Настроение просто прекрасное, настрой на день ровно такой же. Я уверен, что мы сегодня вместе с вами хорошо проведём время, ну и параллельно с этим запишем офигенное видео по Майнкрафту. Да, кстати, всем привет, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас, как вы уже поняли и как вы заметили, я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. Так, а чё-то я понять не могу. Чё это за жители возле моих окон стоят? Камера какая-то. Я чё-то понять не могу. Чё это за ерунда, блин? Носатые! Вы чё меня снимаете, блин? Я же сплю, в конце концов. Это как-то невежливо. Вы чё молчите, блин? Ё-моё, и с этой стороны то же самое. И жители, кстати, одеты как-то очень странно. В нашей деревушке вот такой вот зелёной одеждой никто не пользуется. Ё-моё, чё вообще тут за бред происходит? О, Пиксель, доброе утро! С пробуждением тебя! Я тут экскурсию небольшую провожу. Какую ещё нафиг экскурсию, житель? Ты с ума сошёл? Почему какие-то непонятные мне жители снимают меня на камеру, пока я сплю в собственном доме? Ты чё, совсем, что ли, ненормальный? Ой, да ладно тебе, Пиксель. Ничего в этом такого нету. Дело в том, что это гости из другой деревни. Из 42-й, если знаешь. Да хоть из 54-й, житель. Мне вообще всё равно, кто эти носатые. Если они приехали к нам в гости, то пускай они, блин, будут вежливые. Они снимают меня на камеру, пока я сплю. Офигеть просто. Мало ли, чем я там дома могу заниматься. Может, я не знаю, я там в компьютере пароль от своего ютуб-канала ввожу. Я не хочу, чтобы его кто-то знал, блин. Да и вообще, почему я должен тебе это объяснять? Это просто и ёжику понятно, что нельзя, нельзя снимать человека, пока он находится в собственном доме. Ой, Пиксель, какой-то ты злой, я моё. Они сегодня будут проводить время в нашей деревне. И они очень хотели посмотреть на живого ютубера. Да мне вообще всё равно, что они хотели посмотреть. Я бы проснулся и с большим удовольствием с ними поздоровался. А сейчас у меня есть огромное желание просто закрыться у себя дома, застроить вот это всё стекло, которое у меня есть какими-то блоками земли, и просто-напросто от этого абстрагироваться. Капец, блин, какой-то. Видеосъёмку они тут начали. Я в шоке, ребята. Просто вот проснулся в хорошем настроении. Буквально 2-3 секунды и всё. День полностью испорчен. Весь мой положительный настрой, который у меня был, ребята, он просто испарился за секунду. Ладно, я постараюсь успокоиться и просто попробую продолжать вести обычный свой деревенский день. Ё-моё, вы чё, совсем что ли с ума сошли? Вы чем ли теперь преследовать, блин, будете? Да мы просто, мы просто наблюдаем, как живёт настоящий ютюбер. Офигеть, никогда такого популярного человека не видел. Да никакой я не популярный, я, я обычный пиксель, я обычный игрок Майнкрафта, который просто хочет нормально провести день в своей любимой деревне жителей. А вы бегаете за мной с этими дурацкими камерами и покоя мне, блин, не даёте. Слушай, а ты можешь нам это, ну, экскурсию провести? Да не буду я вам проводить никакую экскурсию, ё-моё, отстаньте от меня, пожалуйста. Просто вас, вон, житель в деревню пригласил, пускай он вам экскурсию проводит. Ё-моё, совсем ненормальный, ну, это просто капец какой-то. Ну, совсем вот недавно в мою деревню жителей приезжали самые настоящие фанаты. Тоже бегали, снимали меня из-под тишка, фотографировали, в общем-то, по-всякому вторгались в моё личное пространство. Ладно, это хотя бы подписчики, я это уже хотя бы могу понять, но какие-то жители, которые не поймут, куда взялись в моей деревне, ну, извините, я это терпеть, блин, точно не намерен. Блин. Короче, ребята, походу весь сегодняшний день я просто буду бегать по деревне и в буквальном смысле от них прятаться, потому что они мне не дадут покоя. Я прямо сейчас зайду домой, сяду, например, за компьютер, буду монтировать новое видео, они опять придут со своими камерами и начнут снимать, что я там делаю у себя в компьютере. Ну, кому это, блин, понравится? Если я прямо сейчас, например, пойду и не буду делать ничего секретного, а просто, например, буду играть в компьютерные игры или смотреть сериалы, то они тоже запишут это на свою дурацкую камеру и выложат это на какой-нибудь YouTube. Ну, кому это надо? Я хочу обычно провести свой день в Майнкрафте. И всё из-за этого жителя. Для чего? Для чего ты им рассказал, что я ютюбер? Ну, как, для чего, Пиксель? Чтобы эти жители поняли, что наша деревня самая крутая. Да для чего они должны были это понимать? Ну, ну, приехали уже в гости, ну, бог бы с ним, провёл бы экскурсию и оставил бы их в покое. Ё-моё, я теперь действительно чувствую себя максимально некомфортно. Ладно, ребята, давайте попробуем просто на время, вот реально на время, забрать отсюда все свои компьютеры, все свои мониторы. Я заберу также отсюда все вот эти вот замечательные свои столики, естественно, заберу с собой стульчик и попробую спрятаться в каком-то деревенском доме. Поскольку вот эти вот операторы, назовём их именно так, прямо сейчас стоят приблизительно за этой кузницей, я хочу беспалевно, ребята, сейчас зайти опять же в эту кузницу, застроить там абсолютно все окошки и нормально провести весь сегодняшний день. Так, аккуратненько заходим. Четырёх досок мне вполне себе будет достаточно. Так, аккуратненько застраиваемся. Да, немножко мрачно, но зато безопасно. Теперь убираем всё вот это вот лишнее, ребята, чтобы тут поместилось наше небольшое уютное рабочее место, устанавливаем всю технику и будем проводить время, фух, вот тут. Вроде как, ребята, вроде как никто ничего не видел, и я могу немного попрятаться тут. Только знаете, ребята, давайте прежде чем я полностью законсервируюсь в этом домике, так скажем, я быстренько встану со стульчика и сбегаю домой через дорогу. Возьму абсолютно все предметы из сундука, ну, на случай, если что-то мне неожиданно... Ёшкин кот понадобится. О, ребята, смотрите, это снова он, мы его обнаружили. Я же говорил, он в каком-то домике просто прячется. Да вы чё, блин, издеваетесь надо мной? Ну, отстаньте от меня, пожалуйста. Ё-моё, ну как они это заметили? Ну, я же всё делал супер аккуратно. Так, ребята, короче, я максимально быстро хватаю абсолютно все предметы своего сундука и продолжаю просто-напросто прятаться. Правда, я пока что не знаю, куда мне бежать. И знаете, лучше, лучше я это даже для вас, ребята, вслух не буду проговаривать, чтобы они ничего не услышали. Я лучше просто выйду из дома и даже для себя побегу в неизвестном направлении. Так, они стоят возле центрального входа. Значит, я, ребята, выхожу через запасной. Так, они вроде как ещё тупят, ребята, всё, сваливаем, сваливаем, ё-моё. Бежим, куда глаза глядят, ё-моё, они идут за мной. Они прямо сейчас идут за мной. Забегаем, забегаем в какой-нибудь, в какой-нибудь вот этот вот домик. И давайте, ребята, попробуем прилипнуть к крыше, как бы это странно сейчас не звучало. Так, я точно видел, что этот популярный чувак забегал куда-то вот сюда. Здесь его вроде как нету. Под кроватью тоже пусто. Ё-моё, видимо, он в другой домик пошёл. Ух, ребятки, вроде как понесло. Я наконец-то могу отлипать от этой крыши. Вы себе представить не можете, как это, блин, было сложно. Ногами держался вот тут, а руками держался вот здесь, блин. И если бы носатый поднял эту голову буквально на пару сантиметров выше, он бы сто процентов меня обнаружил. Ну а так, его вид выглядел приблизительно, ну, вот так вот. Поэтому он меня, собственно, и не заметил. Теперь я супер аккуратно должен выйти из своего вот этого домика, в котором я прятался. И аккуратно, ребята, буду двигаться на выход из деревни жителей номер 13. Потому что пока эти обезумевшие жители находятся в нашей деревне, мне тут делать реально нечего. И как вы видите, они вернулись к моему домику. Они действительно думают, что я туда буду возвращаться. Ну уж нет, ребята, я этого делать не буду. Я лучше, я не знаю, пойду прогуляюсь, пока еще погода более-менее хорошая. Я не знаю, пешком до города дойду, в другую деревню схожу, поселюсь в заброшенном доме. Ну, реально, не знаю, ребята. Но в деревню жителей я пока что возвращаться точно не буду. Мне там действительно в ближайшее время делать нечего, потому что я там просто сойду с ума. Тем более, как вы можете заметить, в моем инвентаре есть все самое необходимое для выживания. Я себе даже какую-то алмазную броню смогу скрафтить. Поэтому, ребята, точно не пропаду. Вон ноутбук, тем более, из кузницы свистнул. Кроватку взял. Короче, ребята, я 100% в мире Майнкрафта не погибну. Тем более, мы вместе с вами большие профессионалы. Но буквально через несколько часов, знаете, я вернусь и проверю, уехал этот дурацкий экскурсионный автобус. Или же все-таки нет. Я очень надеюсь, что нас сейчас просто-напросто вот этим приезжим надоест находиться в нашей деревушке. И они будут возвращаться к себе в домике. А я пока что тем временем ухожу вглубь вот этого темного леса, чтобы меня никто не обнаружил и меня, естественно, никто не беспокоил. Самое главное, чтобы сейчас не пошел первый осенний дождик. Потому что в таком случае я, мягко говоря, могу промокнуть и, мягко говоря, могу заболеть. А это, как известно, никому тут не надо. В общем-то, ребята, ролики я на этом буду заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. А также напишите, пожалуйста, ребята, сталкивались ли вы в жизни с какими-то вот такими вот подобными ситуациями. Когда вас кто-то снимал из-под тяжка, доставал и так далее и тому подобное. Будет очень интересно почитать, как вы с этим справлялись. Всем огромное спасибо за просмотр еще раз. Всем удачи. До завтра и пока-пока.